Всем огромный привет! Хочу показать свой заказ, который я сделала на сайте Лабиринт. Этот сайт, на котором очень много книг предоставлено, много канцелярии и всего для творчества. Но он вообще разнообразный. Многие его знают и многие сейчас делают там заказы. Небольшая предыстория. У меня ребенок учится в третьем классе и урок чтения, сам учебник построен так, что часто дети читают на уроках отрывки из разных произведений. И вот эти отрывки, они настолько интересны, то есть как бы кусочек из книги взят и обрывается всегда так, что хочется узнать, что же было дальше. Так произошло у нас однажды с произведением «40 изыскателей» Сергея Голицына. Так ребенок заинтересовался, что же было дальше и какие были приключения у этих изыскателей, что я решила сделать ребенку в подарок и заказать эту книгу. Заказ пришел мне вот в такой коробочке. Ну и помимо книги, конечно, я кое-что взяла и для себя. То есть блокноты. Поэтому мой обзор будет интересен тем, у кого есть дети-подростки, ну и тем, кто любит блокноты. Давайте покажу саму книгу. Она оказалась достаточно большой. То есть это не стандартная обложка, формат, а больше. Больше, чем стандартная книга. Вот так выглядит сама книга. Я ссылку оставлять не буду, потому что если зайдете на сайт Лабиринт, там есть поисковая строка и название просто забиваете, и выйдут книги, может быть, даже разных издательств. Книга тут написана 12+, достаточно толстая, много страниц и полностью в ней одна вот эта повесть. Давайте вот так покажу. Если вдруг заинтересует, вы прочитайте сами, на паузу поставьте. Ребенок очень любит сейчас приключения читать, очень любит про подростков, про детей читать. И понравилось. Будем с ним вечерами проводить вечера за чтением. Есть иллюстрации. То есть они черно-белые, но интересные. Вот так. Я сама с огромным удовольствием прочитала вместе с Максимкой тот отрывок, который был в книге по чтению в учебнике. И вот главы. Само содержание 235, 6. 236 страниц в книге. Довольная я осталась. Так что будем читать. Максимка, естественно, очень обрадовался, когда получил эту книгу. Ну и давайте покажу блокноты, которые были у меня в заказе. Вообще хочу сказать, что не так давно на сайте Лабиринт была скидочная неделя или несколько дней. И я попала именно в этот период. И процентов 20 или 25 была скидка. Это очень выгодно. И взяла я вот такого формата блокноты. Их было несколько, 6 штук. Они у меня вообще были уже отложены в корзине. И когда пришла вот эта вот скидка на почту, я даже не стала разбираться, что у меня отложено было. Заказала вместе с книгой все, что было. Давайте полистаем. Первый блокнот для картинок и разговоров. Изображение тут рисунок из Алисы. Когда она была у королевы в гостях. Это они играли там. Очень интересно оформлено. Мне понравилось. Страницы, конечно, красиво. Тут киски внизу. Тут собачки. Ну и интересные высказывания, конечно, из книги. Завтра никогда не бывает сегодня. Разве можно проснуться по утру и сказать, ну вот, сейчас, наконец, завтра. То есть это цитаты из самой Алисы. Такие поросятки. То есть вот эти нижние иллюстрации, они тоже, как бы, соответствуют книге. Это чеширский код. Это карты тут. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Ну, в общем, вот такая вот интересная. Иллюстрации больше нет по книге, но много вот таких вот цитат. Вот такой блокнот. Следующий блокнотик сами с усами. Тут блокнот посвящен кискам. Вот так он интересно оформлен. И помимо линеек, есть страницы с очень интересными котейками. Коты знают, что делают. Ни за что не встретишь кота, который бы делал то, чего он не хочет. Кто угодно, только не они. Вот такие два рыжих беседуют. Очень позитивные, конечно, вот эти вот изображения. Вот такой обжора. Я все зачитывать не буду. Иначе вам будет неинтересно, если вдруг решите заказать. Блокноты со скидкой были, по-моему, от 36 рублей до 50. Может быть, даже дешевле. Я не помню. Но у них своя цена не больше 60-65 рублей. Мне кажется, даже вот как в подарок, презентик такой кому-то подарить, очень позитивно. Если человеку не было настроения, вы ему подарите вот таких котеек. Вряд ли он не порадуется. Конечно, будет рад. В восторге я вот этого кошачьего блокнота. Позитивно. Ну, все, не буду показывать. Так. Есть тут чьи иллюстрации? Нет, быстро не вижу. А, Кирдий. Такая уже знаменитая художница. Следующий блокнотик для каракулей. И вот такой вот он просто весь в цветочках, в листочках. Вот такие красивые, красивые, приятные странички. Вот, по-моему, он был самый дешевый. 36 рублей вот со скидкой. Мне кажется, восхитительный. Вот весь такой. Вот такая птичка. То есть каракуле писать одно удовольствие в таком блокнотике. Блокнотик для смешных записок. Вот такая лисичка. У нее тут на ухе бабочка. Так, и давайте посмотрим. Тут вообще в крапинку такие листики. Все в крапинку. Вот такой гусь. Перо. Похожий на предыдущий, только уже. Тут птички и бабочки. Там были цветочки разные, листочки. А здесь жучки, паучки, стрекозки, насекомые. Ну, правда, вот и листики пошли. Мне кажется, блин, вообще здорово. Единственное, о чем я жалею, почему я взяла по одному. Но я какое-то время назад делала заказ тоже на сайте Лабиринт. И у меня некоторые совпали. Вот этот блокнот у меня есть. Мне его присылала Оленька из Тюмени. Вот он у меня тут рядышком лежит. Он у меня немножко пострадал боевой. Но в хорошем, в любом случае, состоянии. Я его очень люблю. Я даже не знала, что я заказала точно такой же. Потому что, я говорю, у меня уже были все блокноты отложены. Так что я вот этот смогу, если что, подарить кому-то. Вот такой интересный, замурчательный блокнот. Тут коты на крыше лежат. То есть все крыша, крыша. Каждая страничка. Вот тут сверху кот наглый. Похожий, кстати. Но это Кирди тоже рисовала. Поэтому, видите, сами коты повторяются. Ну и вот крыша. Все крыша. Видите, все крыша. И то кот сверху на крыше, то рядом. Это еще один. Замечательно. А сверху везде облачко. Видите? Тоже на этом облачке то кот, то никого. Видите, вообще наглый такой. На облачке лежит. Вот такой замурчательный блокнот. И вот этот еще повторился у меня. Этот я заказывала в первый раз. Тому дарю, кого люблю. Давайте тоже полистаю. Надеюсь, вам интересно. Как и мне. Вот так вот мальчик с девочкой. И интересные такие слова. Написано. Тут листики разноцветные. Они такие оттеночные, радужные. Красивые. И в линеечку он уже. Давайте где-нибудь прочитаем. Тут про каждый месяц. И касается хозяйки блокнота. В августе был создан первый персональный компьютер. И вышла в эфир первая цветная телепередача. Но самое главное августовское чудо. Это ты. И так вот каждый месяц обращает внимание на тебя. В сентябре был показан первый мюзикл. И открыт уникальный генетический код человека. Но самое главное сентябрьское чудо. Это ты. Вот так вот. Также и про октябрь. Чудо октября. Это ты. И вот в декабре главное чудо. Это ты. Интересно. На самом деле интересно. Я принесла. Это вот все. Мой заказ весь. Я вам уже показала. Но принесла блокноты. Я могу вам показать, которые у меня есть. Какие у меня есть еще. Тут и подарки, которыми девочки присылали. И то, что покупала я в прошлый раз. Если интересно, оставайтесь со мной дальше. И я вам покажу. Ну вот замурчательный блокнотик я отложу в сторонку. А давайте вот еще покажу, какие есть. Но на сайте на самом деле их намного-намного больше. То есть выбор там богатый. Вот блокнот для безумных чаепитий. Тут чешусь этот из Алисы тоже изображение. Иллюстрации. Это шляпа вместе с зайцем. Чай пьют. И вот у них Соня спит. Вот сама Алиса с чеширским котом. И вот такие вот иллюстрации. Тут Алиса летит. В эту сказку. В своем сне. Как оказалось в конце. На этом безумном чаепитии. Находится. Тут очень красивый, конечно, вот этот вот блокнотик. Он есть в иллюстрациях. Вот она в собственных слезах купается с животным. Вот она у королевы играет. Вот это тут на суде. Не так давно мы с Максимом прочитали эту книгу. Это тоже у королевы. Вот такая интересная. Это вот повторяется тому дарю, кого люблю. Который я могу теперь подарить. Оба покупала я, поэтому я с чистой совестью могу дарить. Маленькое разноцветное счастье. Недавно мне приехало. Тоже в подарок от Оленьки. Из Тюмени. Очень позитивный тоже блокнот. Такой красивый, разноцветный. Каждый листик красного цвета. Зеленые, розовые, голубые. И как мне подсказали, я в прошлый раз забыла, чьи иллюстрации. Иллюстрации Зарубиной. Да, были такие открытки. Кстати, тут Зарубин даже подписано было. Я не посмотрела в прошлый раз. Это Зарубин. Вот такой замечательный блокнот. Улыбки для друзей. Вот такая девочка. Это уже снова Кирдий. Художник. Полосочку. Красивая девочка рыженькая со своим рыжим котом. Мышки. Не бойтесь кого-то потерять. Теряются те, кто послан вам для опыта. Остаются те, кто послан вам судьбой. Вот такое вот высказывание. Красиво. Много иллюстраций. Правда, они иногда пролистываются. Тоже разноцветные странички. Зеленые, розовые, голубые. Замечательные блокноты, конечно. Блокнот для чудес. Не показывала такой еще? Нет. Похожая иллюстрация была в одном из блокнотов, да? Но это другой. Тоже посвящен Алисе. Вот она в эту дверь подглядывает. И тут, видите, уголочки очень интересно изображены. Вот они будут, эти уголочки, видите, по всему. Эти блокноты. Тоже есть некоторые с иллюстрациями изображения. На остальных страничках можно писать. Вот эти цитаты также из книги есть. Вообще в восторге, конечно. Здорово придумали. И последний блокнот для улыбки. Вот такой, с девочкой. Не показывала я еще такой? Если вас знают только с хорошей стороны, не вертитесь. Вот это вообще золотые слова. Окружающих надо иногда пугать, чтобы сильно не окружали. Это самое позитивное в отношении цитат. Чем меньше ожиданий, тем больше сюрпризов. Тут яблочки внизу, на каждой страничке. После выходных трудно только первые пять дней. Ну, еще бы. Если вам надоели часы с кукушкой, разверните их к сине, и у вас будут часы с дятлом. Как вы лечите депрессию? Она у меня не болеет. Вот так. Чтобы жить и радоваться, надо, во-первых, жить, а во-вторых, радоваться. Вот вообще логика железная. Ничто так утром не бодрит, как фраза «Мы проспали». Ну, тут. Хочу на море. Я чувствую, что оно без меня волнуется. Ну, и последнее. Настроение классное весеннее. Я иду, улыбки не тая. У меня сегодня воскресенье, и не важно, что у вас, у всех среда. Не смогла нормально прочитать. Ну, вот такой блокнотик для улыбки, классный, позитивный. Вот столько блокнотов у меня есть. Давайте вам покажу. Вот сколько их. Много. Довольна я этими блокнотами. Их и дарить приятно, и самой листать приятно, и записывать в них очень-очень приятно. Ну, и вот такая книга, которую мы будем с Максимкой читать. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, со мной было интересно. Не скучно. Никто не уснул. Всем пока. До новых встреч.